17 апреля православные отметят крупный церковный праздник – Вербное воскресенье. Так обычно называют в народе праздник входа Господня в Иерусалим. Традиционно Вербное воскресенье отмечают за неделю до Светлой Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста. Согласно Писанию, перед тем, как началась Страстная неделя, Господь въехал в Иерусалим на осле. Люди тогда думали, что он новый иудейский царь. Они были рады его видеть, поэтому бросали ему под ноги пальмовые ветви в честь уважения и любви. В южных странах атрибутом праздника остаются пальмовые ветви, но в северных регионах, включая Россию, их заменили на более доступные растения. На Руси вербу наделяли положительными свойствами и использовали для защиты от зла. Она и стала новым символом праздника. Веточки вербы запасают накануне праздника. Обычно это делает в Лазарево субботу. На праздничную службу в церковь приносят их непосредственно в сам праздник. По окончании службы священник освящает вербы, после чего люди приносят их домой. По народной традиции, веточками вербы нужно легонько похлопать каждого из членов семьи. Считается, что так можно избавиться от болезней и от всего того, что может преследовать человека. Священники советуют не заниматься домашними делами, а также запрещается в этот день ссориться, использовать бранные слова, желать зла и думать о плохом. По обычаю, праздник проводят в кругу близких и родных в спокойной обстановке, потому что продолжается Великий пост, а с понедельника начинается Страстная неделя. Последняя перед Пасхой, которая в этом году будет 24 апреля.